Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки информирует жителей города о новом проекте Самарского дворца ветеранов «История из жизни». Сегодня свою уникальную историю рассказывает Александр Баранов, герой Российской Федерации, советский и российский военачальник, генерал армии. Также в своем телеграм-канале департамент сообщает, как можно получить ежемесячную денежную компенсацию за оплату коммунальных услуг. 25 марта в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение мест в детских садах на 2021-2022 учебный год, информирует родители в своем телеграм-канале «Департамент градостроительства Самары» со ссылкой на департамент образования. Для успешного проведения данной процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Команда «Самарские стрижи спасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте со своим проектом «Небо на ладони», говорится в телеграм-канале Кировского района Самары. Ребята являются эко-волонтерами и занимаются спасением птиц. Только за 2021 год, благодаря их усилиям, было выпущено 722 стрижа. Эко-волонтеры готовы делиться своим опытом для продвижения проекта в других регионах России, присоединиться к проекту и стать частью команды может любой желающий. Редактор субтитров А.Семкин